Уникальная ситуация вокруг поселка Речник. Хочу сказать сразу, у меня там нет ни друзей, ни знакомых, и мне глубоко безразлично, богатые там люди любят. Мне не безразлично, как проявила себя власть и как себя проявляет завтра. Если когда-то этим людям, или их родственным, или тем, у кого они это когда-то купили, в конечном итоге досталась эта земля для временного строительства, то объясните, чем опасно нахождение там датова. Что в 50-е годы были какие-то дикие мысли о том, что будет спрасываться напрямую канализация, но сейчас методы позволяют разрешить эту проблему, как мне казалось. Почему нельзя находиться этим людям на этой земле? Не потому, что так гласит закон, потому что закон должен быть для людей. И здесь очень возникает сложное количество. Что значит закон для людей? Нас все время учили того, на этом были построены социалистические требования. Что в первую очередь общественные интересы, а только потом личные. Это неправильно. В первую очередь личность и интересы личности. И частная собственность должна защищаться государством. Если общество очень хочется забрать эту землю, общество обязано предоставить людям компенсацию, а не лишать их права на проживание там, где они проживали. И не надо говорить, что они там проживали без всяческих оснований. Потому что есть еще и такое понятие, как освещенное время. Срок. У каждого преступления есть срок давности. Люди там жили с 52-го года. Это недостаточный срок давности? Да даже, по-моему, за хищение или за убийство и то срок давности меньше. Поэтому если на полном серьезе мы говорим, что кто-то когда-то совершил преступление, то скажите, пожалуйста, какое-то преступление? Неправомерная застройка? Чем это преступление помешало? И как можно устранить негативные последствия? Выясняется, что у нашего закона нет скальпеля, есть топор. Закон говорит уничтожить все. Что все? А что мы будем делать собственностью этих людей в этих домах? И тот факт, что его выбросили на мороз. Это обозначает причинение ущерба этой собственности. Кто за это ответит? Зачем надо было так реализовывать более чем странные решения, забывающие о том, что в 1980 году оказывается, властями было сказано, что если у этих людей землю забирают, то им выдают аналогичные участки земли в другом месте. Так что вскрылись основные проблемы нашей власти. Безумие в применении безумных законов. Всегда надо помнить о разумности, о милосердии. Или чего мы ждем? Мы ждем того, чтобы кто-то из этих несчастных покончил жизнь самоубийством. И тогда все скажут, ах, и тогда сразу руководители неожиданно захотят в отставку по возрасту, и все будут говорить, ой, мы всего лишь хотели, чтобы выстаживствовал закон. А кто для кого? Мы для закона? Или закон для нас? И не надо мне цитировать из речения, со времен Древнего Рима известное всем, что закон строг, но он закон. Потому что это звучит по-русски это не очень. Напомню, что там дура лезь. Мы что, хотим, чтобы у нас закон был дурой? Или мы все-таки на полном серьезе подумаем, для кого нужен этот закон? И не достанется ли эта очищаемая земля кому-то из пробошлявших ближних? А главное, а что говорит закон о приобретателях на вторичном рынке? Они что нарушили? А что говорит закон об имуществе людей внутри уничтожаемых домов? И главное, что говорит закон о разумности и о милосердии? Кому нужны такие законы, если страдают люди? Сначала семья Прокофьевых, теперь эти несчастные в речнике, что-то непонятное. При этом не страдает никто из чиновников, которые на протяжении десятилетий это все наблюдали и ничего не делали. У нас почему-то чиновники никогда не страдают. Неплохо живут, хорошо себя чувствуют. Издеваются по полной программе. Над кем. Над теми, кого закон должен защищать. Я объясню, почему я не верю, что закон и общественные интересы превыше личных. Потому что нет общественных интересов. Всегда за этой риторикой стоят интересы приближенных застройщиков, закупщиков, бизнесменов. И уж никак не общество. Как нашему обществу могли помешать дома в этой зоне? Как? Неужели простыми средствами нельзя было предотвратить попадание мусора в зону водосбора? Да вы посмотрите, какая беда до этого была и сейчас. Тонны мусора вокруг этих самых водозаборных площадей. Так что сказки кому-нибудь другому рассказывать. Возникает вопрос, кто пишет этот закон, кто его принимает. Но не вызывает вопроса, почему же всегда суды в городе Москве принимают решения, которые зачастую совпадают с общим вектором мышления улицы Тверской.